Кнопочный мобильный телефон Nokia 130 и он никак не хочет включаться, поэтому сегодня я его буду ремонтировать. Сразу же проверяю напряжение на аккумуляторе, переключаю тестер в режим прозвонки и тестер мне показывает короткое замыкание на контактах под аккумулятор. Подключаю блок питания и плавно от нуля поднимаю напряжение. Потребление выросло до 1 ампера и блок питания ушел в защиту. Корпус этого телефона я вскрыл обычной металлической лопаткой. Здесь нет никаких болтов, поэтому отвертка даже не понадобилась. Плата в корпусе телефона держится на защелках. Очень аккуратно поддеваю плату. В верхней части корпуса находится шлейф дисплея и плата извлекается с небольшим трудом. Здесь надо быть аккуратнее. Извлекаю плату и осматриваю корпус. Осматриваю плату на наличие или отсутствие каких-либо повреждений и вижу незначительное окисление в районе разъема гарнитуры и на контактных площадках для подключения к программатору. В принципе, ничего критичного. Опять подключаю блок питания, плавно подаю напряжение. При таком большом токе потребления на плате обязательно что-то должно греться. И в районе радиомодуля действительно становится горячо. Ну что ж, отлично. Я очень люблю, когда есть хоть какие-то явные признаки. Поэтому я убираю пластиковую рамку, фиксирую дисплей термоскотчем и отклеиваю клавиатурную накладку, аккуратно подогревая ее феном при температуре 140 градусов. Наношу немного флюса и отпаиваю металлический экран, закрывающий микросхему радиомодуля. Температура фена 330 градусов. После полного остывания платы опять подключаю блок питания и действительно убеждаюсь, что микросхема радиомодуля очень сильно греется. Отпаиваю микросхему с помощью термофена. Температура 350 градусов. РФ 7196D. Сразу же ищу аналог или откуда его можно выпаять. Убеждаюсь, что на контактах аккумулятора исчезло короткое замыкание. И да, действительно его нет. Подключаю блок питания и пробую включить телефон. Телефон включается, отлично. И реагирует на нажатие кнопок. Выключаю телефон. Нашел аналог AM7808 на плате телефона Samsung E2202, который оказался у меня в запчастях. Выпаиваю микросхему с платы Samsung E2202. Правильно располагаю ее на плате Nokia 130. Наношу немного флюса и впаиваю ее. Температура 350 градусов. Обратите внимание, справа находится микрофон, который очень боится высоких температур. Поэтому я его защитил термоскотчем. Впаиваю на место металлический экран. И так как в гнездо внешней антенны попал флюс, я его удалил. И вместо этого устанавливаю перемычку. Телефон включился, нашел оператора, вызовы совершаются и предварительно никаких проблем не обнаружено. Наклеиваю клавиатурную накладку на место. И дальше разбираю корпус телефона для того, чтобы полностью отмыть его от окислов и от грязи. Осматриваю детали корпуса. Не очень, но грязно. Сетка динамика забита грязью. Поэтому весь корпус помещаю в ультразвуковую ванную для его очистки. Пока корпус телефона отмывается в ультразвуковой ванночке, продолжаю сборку телефона. Очищаю дисплей. И тем временем ультразвуковая ванночка заканчивает свою работу. Быстренько произвожу сушку корпуса с помощью термофена при температуре 130 градусов. Поток воздуха максимальный. Собираю все детали корпуса в обратной последовательности. Вставляю сим-карты и аккумулятор. И приступаю к полной проверке всех функций телефона. Телефон нашел операторов обеих сим-карт. Давайте проверим его на звонок. Звук динамиков отличный. Проверяю зарядку. Зарядка есть. Отлично. И даже фонарик работает. Отлично. Я очень доволен ремонтом. Спасибо вам за просмотр. Смотрите мои предыдущие видео. И увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...